Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Бажан, я столер, токарь по дереву, блогер. Вы на моем канале, и смотрим мы с вами второе видео про стол из массива дровесины. Показывал в прошлом видео чертежи в компьютере, сейчас распечатал, но распечатал не тот стол, который я буду делать, а другой. Но разницы особой нет здесь, тут разница только в высоте ноги. Итак, мне нужны 4 ноги, высота у них 380 и брус 60 на 60. Можно их сделать двумя способами. То есть доступно в природе, ну в нашем городе, я не знаю как у других, но в нашем городе доступен дуб двух размеров. То есть вот доска тридцатка и доска пятидесятка. Что получается? Мы можем набрать 3 тридцатки, например. Получится у нас такой пирожок, но в нем будет 2 шва. Поэтому 3 тридцатки мы набирать не будем. Мы будем делать с вами ноги из двух пятидесяток. Конечно, очень много материала уйдет в стружку. Но делать нечего, ничего не поделаешь. И будем делать из двух пятидесяток. Значит почему? Потому что нам нужен только один шов. Вот в этот шов у нас войдет вставка из сапели. Я тут покопался по мастерской. От старых проектов у меня много дуба осталось. Но мне казалось, что прям его много-много. На самом деле не так много. Три вот таких коротких обрезка. Вот они. И две такие вот длинные досочки я выбрал под работу. Вот эти длинные доски нужно распустить. Я вам рекомендую по возможности не делать заготовки в размер. То есть у нас есть размер триста восемьдесят. И например в триста восемь отбиливать. Нет. Обязательно оставляйте какое-то расстояние справа-слева. Когда что это? Ну, во-первых, это под ваши косяки. Во-вторых, это под рейсмус. То есть рейсмус составляет ступеньку. Ступеньку лучше потом отрезать. И прежде чем пилить какую-то доску, нужно на нее посмотреть внимательно. То есть если на эту доску посмотреть внимательно, то в принципе по ширине она нам подходит. Ну, она такая сучкорвата. То есть нам придется ее делить каким образом. То есть вот сучок есть. Первый распил по этому сучку. В любом случае. Почему? Ну, там сучок это никуда не пойдет. Здесь еще один сучок маленький. Но вот это еще куда ни шло. Замеряем оставшееся расстояние. Там сто два. Делим пополам. По 60. Можно было бы, в принципе, сделать по 50. Но смысл этого я особенного не вижу. Тем более, что здесь вот есть трещина с этой стороны. Вот с этой стороны доски. На торце трещин нет. А вот с этой стороны трещина есть. И она тоже нам не поможет. Вот эта доска хорошая и нарядная. Мы ее будем делать по... Например, по 46 нам хвастит. Вот у нас первый распил по 46. И второй распил по 46. Все равно получается бестолково. Ну, мы все равно сделаем 46 еще здесь. Вот этот кусочек небольшой останется. Но он на что-нибудь пригодится. А потом нам нужно из этой доски только две. Раз, два. Как сумбурно, мне кажется, я сказал. Но я думаю, что все, кто хотел понять меня, все поняли. Идем на пилу и пилим. После того, как мы все напилили, мы переходим с вами на фуганку. И у фуганка задача очень простая. Нам нужно выровнять две плоскости. То есть, вот плоскость пласти доски и кромку доски. То есть, у доски всегда есть две пласти, две кромки и два торца. И фуганок, задача его простейшая. Пласть ровная, пласть ровная. Между ними угол 90 градусов. Все. Начинаем строгать. Продолжаем разговор. Вот мы сейчас все доски отстрогали. И у нас есть базовая плоскость. То есть, вот базовая плоскость и вот базовая плоскость. Между ними прямой угол. И, соответственно, пилить, отпиливать эту доску в размер мы должны каким образом. То есть, пласть лежит на стороне. А строганная кромка упирается в параллельный упор. Нога у нас 60 должна быть. Мы будем пилить немножечко побольше. Где-то около 63. Нам будет достаточно для того, чтобы потом, если они у нас неровно склеятся, чтобы отстрогать еще вот этот вот край. Все, поехали. Итак, друзья мои, есть у нас дощечка. Есть у нее три уже готовые плоскости. Осталось нам четвертую только подогнать. Ну и нужно понимать, что в момент ресмусования, то есть, мы будем все это сейчас пропускать через ритмус и выгонять ее в размер 31 мм. Нужно обращать внимание на каждую из досок. Смотрите, вот эта доска, вот у нее вот эта вот плоскость ровная, красивая. А вот на этой плоскости всякие разные трещины, сучки. Конечно, нам надо ресмусовать вот эту часть. То есть, снимать с нее, снимать, 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 снимать. И вот на это вот нужно обращать внимание. То есть, есть сучечек, там какая-то неприятность, ее строгаем, и ее же, эту часть, потом внутрь ножки. Потому что вставляться они будут вот так у нас, вот эта часть будет внутри. Поехали, ресмусовать. Начинаем с клейку деталей. То есть, нам надо две эти заготовочки склеить. И прежде чем клеить, нужно их покрутить. Ну, во-первых, понять, что там, где страна чистая, где не чистая. То есть, какая идет внутрь, какая идет наружу, да. Это первый момент. И второй момент. Нужно посмотреть на то, как они друг с другом соприкасаются. То есть, ну, вот именно схождение. Очень хорошо, если у вас вот здесь будет небольшая щель. И вот эту щель вот нужно будет сдавить. Вот на этих вот дощечках, вот именно вот эта такая щелочка есть небольшая. Ее, наверное, не очень видно, но она есть. То есть, вот, когда я сдавлю вот в этой точке, как раз идет сжатие по полной, практически, поверхности, по полной плоскости. Если бы дощечка была выгнута вот так, то нам приходилось бы прижимать сначала этот конец, потом вот этот конец, и вот так сжималось бы не очень хорошо. А здесь достаточно будет вообще одной единственной струбцины. Сама по себе склейка ничего из себя особенного не представляет. То есть, мы просто наносим клей на обе детали. Сейчас я кисточку немножечко вот от воды. И все. И больше нам, по большому счету, ничего не нужно. У меня клей такой немножко уже подуставший. Надо будет на следующей неделе доехать купить нового. Но мне вот таким уставшим клеем нравится работать. Он как бы не расползается, чтобы по поверхности. То есть, нанес ты его, и все. И красота. Когда он свежий, этот клей Берит-303 у меня, когда он свежий, он такой, ну, текучий. Мне вот этот текучий не нравится. Мне нравится так, когда он погуще немножко. Вот. В принципе, все. Соединили эти детали. И вот смотрите. Сжимаем в одной единственной точке. Вот здесь. Сжали даже вот этой вот фиговенькой струбциной. И смотрите, что происходит. Клей выступает практически по всей поверхности. То есть, это о чем говорит? О том, что сжатие очень хорошее, неплохое. То есть, сжалась вся поверхность. Ну, все равно, на всякий случай, еще пару струбцин поставим по бокам. Вот эти струбцины Г-образные. Мне очень нравится. Сейчас я ее выдавил чуть-чуть. Очень нравится, потому что вот у них хорошее очень прижатие. Стоят они недорого. То есть, вот, если у вас таких струбцин нет, я вам рекомендую прикупить. Немножко выворачиваю. Я ее начинаю сжимать и ее чуть-чуть друг относительно друга совмещает. В принципе, ничего страшного. У нас есть запас, но лучше, чтобы этого не было. Обязательно переверните, посмотрите на обратную сторону. То есть, вот видите, с той стороны у нас клей выступает, с этой стороны нет. Значит, неплохо было бы дожать еще и здесь. Вот, в принципе, и все. Ждем полчасика где-то. Ну, что, теперь пришла пора нам заняться ставками. Ставки будем делать из того же материала, из которого будет основной стол, столешница. И вот, поскольку мы до этого момента добрались, нам нужно сейчас посмотреть на доску. Вот, смотрите, вот здесь вот видите такой светлый участок. Вот он есть. И на этой доске, и на этой. То есть, теоретически, что мы можем сделать? Мы можем либо его оставлять, либо его убирать. Я считаю, что его нужно оставить. Он такой веселенький. И поэтому сейчас отстрогаю вот эти части. И потом отпилю. У меня там 247, я отпилю там 250. И вот из этих вот двух досочек, наверное, пока там, даже, наверное, из двух, я уже буду нарезать поперечные планки. Субтитры сделал DimaTorzok несколько слов. То есть, вот она наша дощечка. Что мы сделали? Мы ее отстрогали, отфуговали. У нее, опять же, есть две базовые плоскости. И теперь нам нужно напилить именно полосочек. Раньше, как я делал, то есть, я пилил, потом, например, рейсмусовал. То есть, догонял, прямо вот доедел. Но рейсмус на такой тонкой, на 5-миллиметровой, как бы, заготовочке, ну, конечно, он уже не справляется со своей задачей. Поэтому проще всего напилить. И, опять же, пилить проще, ну, можно двумя способами, то есть, можно пилить, например, поставить вот сюда пильный диск, 5 миллиметров отпиливать. А можно вот сюда, то есть, через фиксатор вот здесь, доски. Ну, на расстоянии она определенное сдвигается, и вроде как бы одинаково пилиться. Но вот способ пиления рядом с упором, мне кажется, предпочтительнее, потому что здесь слишком много геморрой, здесь слишком много настроек. То есть, единственный момент, что нужно настроить, станок четко под 5 миллиметров. То есть, если у вас линейка немножко там гуляет, лучше всего потратить какое-то количество времени и прогнать, например, какую-нибудь левую заготовочку. Ну, например, вот эту. Сейчас возьмем, прогоним и посмотрим, 5 или не 5. Ноги наши склеились. Вот, получилась у нас вот такая вот, например, заготовка. Что нужно дальше сделать? Дальше нужно опять найти базовую плоскость. Имеет смысл взять проливо, так поставить, посмотреть на свет. Ну, вот это прямая, в принципе, любая может быть плоскость базовая. Вот это тоже базовая плоскость. Тоже базовая плоскость. И здесь тоже базовая плоскость. Почему мы снова определяем базовую плоскость, да? Потому что сейчас мы будем ее снова отстрагивать. Вот это место склейки, оно никогда не будет ровным. Нужно будет еще сейчас раз его на фуганке прострогать. Почему? Потому что точно склеить вообще в идеал невозможно. И после этого мы идем на рейсмус и загоняем нашу деталь в окончательный размер, 60 мм. Все, поехали. Еще пару слов забыл сказать. Сейчас нужно строгать очень аккуратно и смотреть за направлением волокон. То есть, размер уже у нас не такой большой, то есть, 63 мм, это мало, уже близко к концу. И поэтому лучше бы, конечно, все это сделать аккуратнее. Значит, маленькая глубина съема на фуганке и на рейсмусе, то есть, младшая скорость, которая именно позволяет получить уже конечное качество заготовки. Опять же, надо помнить, что у нас есть заготовка, которая длиннее. То есть, многие там вот, ну, вот это, например, покороче, вот это подлиннее. Имеет смысл вот эту длинную и сгонять впереди. Сначала длинная, на ней ступенька, потом там короткий, короткий, и в конце еще одна длинная, на ней тоже ступенька. Вот так вот сейчас мы и сделаем. Острогали мы ноги. И сейчас нам нужно их отрцевать. То есть, нам нужно посмотреть, что оставлять, что нет. То есть, каждую ножку стоит покрутить в руках и посмотреть, где, собственно говоря, нам и нужно отрцевать ее. То есть, сейчас мы будем отрцевать только с одной стороны, а потом мы выставим упор на пиле на 400. Я решил, что они будут 400 ноги, потому что тут решил еще немножко их улучшить. Но это чуть попозже будет. И под этот упор мы все отторцуем. Вот, сзади меня пила. И что здесь есть такого? Я установил на пилу два вот таких вот обрезка. Обрезка МДФ. Что это мне даст? Это даст мне нулевой зазор. То есть, пила будет идти по... выходить из заготовки и упираться в МДФ. И из-за этого заготовка не будет скалываться на пиле. Потому что пила уже не новая. Ну и даже на новой пиле все равно дуг колется. То есть, тут надо поаккуратнее. Все наши ножки теперь одинаковые. То есть, они одинаковые по длине. Очень удобно. Поставили упорчик и по этому упору все бжик-бжик-бжик отпилили. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно выбрать паз посередине каждой ножки и утопить в нем вот эту сопельную планку. Сейчас, кстати, вот они смотрятся так, как будто они практически одного тона. Но когда пойдет покрытие, все будет по-другому. По-другому совсем. То есть, вот эта планочка она сюда должна уйти. То есть, она у нас 5 на 5. И нам нужно сейчас выбрать вот этот вот паз. У нас есть вот такой брусочек. И мы на нем можем потренироваться. Пойдемте на пилу, тренироваться. Немного технических изысканий. То есть, что мы сделали? Мы сняли с пилы расклинивающий нож. Выпустили ее примерно миллиметр на 4. Нам нужно, чтобы она на 4 миллиметра торчала. Мне нужно, чтобы оставался эта планка должна выступать из заготовки. И взяли кусочек от одной из ног. Правильный упор выставили на 30. У нас вот тут штука 60. То есть, что это нам даст? Один проход мы будем делать в эту сторону. Потом перевернем. И второй проход вот в эту сторону. И четко тогда по центру у нас появится канавка. И потихонечку мы будем отодвигать упор до того момента, пока все не станет так, как нам нужно. вот мы настроили. Сейчас я еще чуть-чуть добавлю. То есть, вот уже все по высоте хорошо, а вот по ширине чуть-чуть надо убрать. На вот булю. Ну, в общем, я добился того, что хотел. То есть, у меня сейчас такой пазик, в который очень плотно входит вот эта деревяшечка. И в принципе, в принципе, это все, что мне нужно. То есть, вот она плотно достаточно туда входит. Сейчас я еще его уменьшил. Посмотрите, как я много прострогал с заготовки. То есть, я делал паз, у меня не получалось. Я прострагивал, делал паз, у меня не получалось. Пострагивал, делал паз. То есть, почему все так получилось нехорошо? Потому что я перепутал. То есть, частенько очень путаешь. Здесь же как бы логика какая, да? То есть, вроде больше расстояния от упора должен быть больше паз. А вот и нет. Вернее, меньше расстояния до упора должен быть больше паз. А получается наоборот. Потому что пилот пилит вот с этой стороны. Ну, то есть, вот такая вот... такой нюанс вроде как ерундовое дело а вот такой геморрой отгреб но теперь я все ноги потихонечку про отрабатываю на пиле и вклеиваю в них эти заготовки теперь нам остается только вклеить вклеить сапельку на место то есть я сейчас смазываю клеем наш паз можно тут прям обильно достаточно смазать смазал сапельки я нарезал в том же самом устройстве в котором мы нарезали и ноги то есть она одинаково по длине с ногой вот вот видите я настолько плотно и и так подогнал зазор мучился столько времени что она теперь особенно да и не лезет поэтому мы будем ее потихонечку туда забивать берем кияночку и упор тут главное не торопиться вот и все с одной стороны такая плотная посадка это как бы плохо а с другой стороны это очень хорошо потому что теперь никаких зазоров у нас не будет вставляем сначала с трех сторон почему с трех чуть попозже объясню вот смотрите я говорю про три стороны охватил на самом деле две почему ну потому что вот в эту сторону сейчас забивать неудобно будет болтать а если она нам базовая нужно почему потому что я собираюсь выровнять их не то что вырунуть а срезать вот эту лишнюю полосу на фрезерном столе с фрезой с обгоной с верхним подшипником посмотрим как получится друзья мои в принципе на этом вот этапе я считаю что пока закончен по ногам смотрите у нас получается нога дуб сапыри дуб я могу в принципе вам сейчас все остальное показать как я тут буду сейчас шлифовать там все остальное но это как бы никому не интересно почему потому что я решил что такие прямые ноги это фигня надо добавить а вот как я добавлю то есть я добавлю регулируемые опоры которые тоже будут деревянными набраны сегментами в общем так добавлю немножечко токарного элемента ближайшее время ну а пока по ногам все будут вопросы спрашивайте смотрите следующей части я буду сейчас снимать быстро две части в неделю я думаю буду выпускать вот ну наверно все до свидания с вами был юрий бажан я буду выпускать вот так вот